Сделала все-таки средство для мытья посуды. Привет, зритель! По рецепту, который втирают нам в интернете. Но вообще один из которых я нашла. Я сейчас его даже здесь попытаюсь показать. То, что нам советуют народные умельцы. Я хотела несколько иное, но у меня оказалось глицерина нет в наличии. Я думала, что оно было. Я постараюсь помедленнее показывать, но думаю, если что, вы можете это на паузу нажать. У меня было 9 капель в итоге эфирного масла, потому что я посчитала, что это как-то круто. Мыло я использовала. Я его, наверное, уже унесла. Нефис Косметик. Одно из которых мне Лёлька дарила. Я думала, она не обидится, что я его немножко так поюзала. Я его уже пробовала тут. Из-за того, что я забываю сказать, что нефис Косметик из-то и мыло хранятся в мыльнице, которое случайно набирает воду, то оно слегка размокает. Иногда очень сильно размокает. И потух телефон у меня, экран. Короче говоря, я уже немножко терла этого нефиса Косметика. Добавляла воды, но у меня сутки стояла. И потом проходила такая конкретная жидкость. Густоватенькая. И я ей мыла волосы. Очень даже хорошо. Потому что, когда я увидела эту именно жидкость, этого мыла, у меня, к сожалению, сейчас нет такой жидкости, чтобы показать. Если будет, еще раз как-нибудь я увижу, зафиксирую, то я постараюсь заснять или сфоткать. Ну и, в общем, да, я тут говорю и текст показываю. Получилось так, что я решила попробовать. Потерла немножко этот кусочек мыла, по-моему, с облепихой. Залила водой. Настоялась она у меня. Как я уже потом поняла, что надо сутки, чтобы она настаивалась. Это вот если у вас это мыло случайно в мыльнице, в которой иногда попадает вода. Тут такая вот жиденькая жидкость получается. Густенькая жиденькая жидкость. Очень хорошо, кстати, именно такой густенькой жиденькой жидкостью мыть волосы, если вдруг шампунь закончился, а руки не доходят сделать самопальный шампунь или просто потому, что очень много всякого мыла. Ну и, в общем, вот самим куском мыла, как-то пару раз у меня такое было, с этими именно мылами, с чистолиний, такого не происходило. Можно случайно, тут реклама пойдет сейчас, сейчас ее пропущу, можно случайно не вымыть, вот покажу, что у меня вышло, не вымылить этот самый кусочек мыла в волосах. Один раз я сама заметила, один раз у меня была подруга, когда она меня собиралась красить. Все-таки это дурацкая реклама, не вылазит. Сегодня утром смотрела с телефона, ничего такого не было. В общем, вот оно. Ну и, в общем, кусочек мыла, он в волосах застревает. Когда промоешь, вроде не заметила, а когда высохла на волосах, какая-то блямба. Будто вы содрали себе голову, и кровь запеклась. Вот только тут мыло такое. И я решила, что думаю, ну, раз жидкостью, случайно образовавшись от мыла и воды, мыло соединилось с водой, получается такая штука, то почему бы не сделать специально. Немножко потерла, залила водой, и во флакончике из-под мыла и фрашевского 190 где-то миллилитров. Там оно вот у меня такое все вышло. А тут я использовала как раз уже снова это мыло. Вот, кстати, сейчас покажу тот рецепт, который я хотела изначально сделать. Ну и, в общем, я его потерла. Там вообще было написано, что любое мыло, или и хозяйственное, или еще какое-нибудь, у меня и хозяйственное, в принципе, есть. Но я решила, что если любое, почему бы не попробовать то, которое есть. И думаю, что, в принципе, таким же образом можно, наверное, сделать и какую-нибудь, ну, мыльную стружку использовать, допустим, из мыльной основы. Мыло-суфле. Вот это тот, который я хотела сделать. Но мне и этот, в принципе, хотелось, потому что там было написано, как вы видели в тексте, вот я до этого листала, что им можно не только посуду мыть, но и якобы обновить сантехнику. То бишь помыть туалет, помыть раковину, если она керамическая. У меня вот здесь вот металлическая ванна и керамика. А скользкая, кажется, керамика, или что в этом роде. И саму ванну. Ну и, в общем, я, в принципе, изначально тот хотела, потом увидела этот. Но не сложилось, у меня не было глицерина. Тут уже опять реклама пошла. И, короче, в общем, я сначала потерла мылом на терке. Вот она у меня тут в раковине. С этой стороной, вот с этой стороной, мелкой мылом терла мылом. Так как у меня фикс-прайсовая штуковина уже вся помялась, и совершенно неровная. Да, это кусочки того тортика, который вызвал анальную попоболь у Герасима, что теперь сидит на насекомых. и терла на нем вместо доски, думаю, что доску потом мыть, думаю, нафиг на ней. Все равно ее собираюсь выкидывать, хоть она и красивая, но вот в фикс-прайсе оказались недолговечные эти штучки. Не зря она стоила где-то 12 чем-то рублей. В общем, потерла и омыла. Залила его, советуется, в общем, крутым кипятком, но у меня не совсем крутой был. Я что-то побоялась, что может быть это расплавится, мало ли чего. Он ток, что скипевший чайник, но пока терла, он, может, слегка остыл. Потом я варила тут себе яичко с мяточку. У меня там еще была вода, и как бы не очень хотелось поесть яичко. И оно должно было слегка остыть, это месиво. Я слопала по-быстрому яичко, добавила немножко еще горячей воды, взбила, добавила 125 грамм соды, как бы пищевой, которая у меня сейчас вот здесь уже. Вон она. Ибо одна четвертая пачка, а целая пачка 500 грамм. Значит, 125 грамм. Надеюсь, я правильно посчитала? Да, 125 грамм. Тоже снова взбила, и потом уже добавила 9 кафель эфирного масла мяты, но я его уже унесла. А потом что-то подумала, что почему бы не записать. В общем, вот здесь у меня в контейнере весь сверх я слила, потом вот это вот, и как пишут в тексте, что он якобы утрамбуется потом. И плотненький станет. Он действительно утрамбовался, потому что у меня вот настолько крышка не закрывалась, я что-то решила, что сейчас эту пину придавлю крышечкой, и оно закроется. А она полезла со всех сторон. Думаю, ну ладно. И тут у меня уже жидкость еще была, выскабливала немножко ложкой. Тут что-то еще вот осталось на стенках. Ну и как пишет наш народный умелец. Ну, в смысле, я подозреваю, что это проверено несколькими людьми, потому что некоторые там рецепты я и сама раньше использовала. Ну вот хотела что-то такое сделать. И как бы можно уже использовать прямо сейчас вот мыть посуду, которая у меня есть, которую мне надо мыть. А быть как бы нечем. Вот оно тут слегка с осадок пошел. Вот то, что было сначала все полностью жиденькое, такое желтенькое. Но вот пенка пошла вниз. Частично теперь вот как-то примялась. Ну, я надеюсь, что оно будет хорошо мыть посуду. Один эксперимент я вчера провела. Лимонную кислоту или кусок мыла все-таки был неудачный, потому что, не помню, он у меня вот в пустых баночках, это бумажечка от него. В общем, он у меня очень сильно размокал. И в одном из роликов он был в полулитровой банке. В полулитровую банку мне пришлось выкинуть, потому что он как-то уж очень слишком отдавал каким-то пластилином, не смывался с рук. Я добавила вчера эксперименты ради лимонной кислоты. Думаю, ну, наверное, там будет какая-нибудь реакция, будет прикольно. Оно, наверное, будет хорошо мыть, то все, будет пенится. И вышло что-то странное. Добавила еще туда потом чутка соды. Вышло совсем пластилин. Я надеюсь, Лёлька не обидится, что я вот так зверски уделала кусок мыла. Ну, там где-то половина уже измылилась. Но я не рассчитывала, что такой результат эксперимента был. Я думала, что... Но еще даже нашла в интернете, что иногда в Эйвен в жидкое мыло и в кусковое тоже добавляют лимонную кислоту, чтобы вода стала мягче. Видимо, все-таки, может быть, был какой-то брак у этого кусочка мыла, потому что он и сам как-то не очень хорошо, в общем, смывался с тушки. Но все остальные, нефисы, вот эти кусочки, кусковое мыло, они очень хорошо увлажняют. Не надо это увлажнять ее потом. Вообще, хорошо влияют так на тушку. В общем, вот такое вот у меня экспериментальное средство. Если хотите, то потом запишу, как оно в действии. Но вообще, я забыла, что я давно не обновляла, даже скидывала тут сегодня, что у меня есть группа ВКонтакте, Травника, со всеми моими экспериментами, которая зародилась еще за какое-то время, практически, наверное, за год до. Хоть она и появилась, может, чуть позже, чем я стала вообще-то заниматься усиленно, но зародилась она где-то за год или за полтора, до того, как я стала на канале, на своем аккаунте YouTube, снимать именно обзорные ролики. И, в общем, я туда репостнула уже сегодня это овсяное молоко, которое вот у меня. Его надо будет помешать. И вот печеньки я все-таки поняла, что действительно надо, наверное, печь. Как вот, когда я пекла что-то на фольге промасленное маслом, у меня выходило нормально, когда я делала что-то такое же, но на вот этой бумажке, которая якобы пергамент, по-моему, это ни хрена не пергамент, или какой-то очень хреновый пергамент, и промасливала его масло, то у меня оно все растекалось, прилепалось, хрен отберешь было. В общем, вот такие у меня печеньки не случились, а вот такое у меня молоко случилось. И вот такое у меня средство для мытья посуды самопальная. Всем спасибо и всем пока!